Книга «Открытым окон», том 30, тема «Христос есть Бог и Человек». Вопрос 4058. Книга пророка Иеремия, 23 глава, с 34 по 36 стихи. Если пророк или священник или народ скажет «Бремя ада Господа, я накажу того человека и дом его», так говорите друг другу и брат брату «Что ответил Господь» или «Что сказал Господь?» А этого слова «Бремя ада Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Тогда почему же царь, пророк и псалмопевец Давид употребляет это слово? Псалом 67, 20. «Благословенный Господь всякий день, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас», отвечает Игнатий Тихонович Лапки. Пророк Иеремия говорит, что люди перестали видеть в Боге любовь, заботу о себе, а ждали только худого, что Бог ничего хорошего не говорит, а только грозится и тему сугубляет тяготу на сердце. Вместо того, чтобы говорить, что сказал Бог, что ответил, они назвали слово Господа бременем, тяготой. «Давид же видел в наказании начало момента исправления, и это же бремя относил к началу восхваления Бога, что Он долготерпелив и многомилостив, и вскоре же снимает это наказание бремя. Грешники же всегда ждут свой адрес только худое и злое от Бога». Третья книга Царств, 22 глава, 18 стих. «И сказал царь Израильский Иосифату, не говорил ли я тебе, что Он не пророчествует о мне доброго, а только худое? Не Бог возлагает время, ибо это бремя есть последствия нашего греха, уклонения от заповедей, совести и Слово Божие». Книга Деяний, 15 глава, 28 стих. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого». «И это необходимое, названное бременем, есть фактически путь к здоровому образу жизни без вредных привычек, что так ценят нынешние пенсионеры, кашляющие от прошлого невоздержания и безбожной жизни». «Стих 29. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делайте другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». «И иногда священники все, что они говорят, выдают за Божье, хотя сами, как истинные безбожники, не знают ни закона Божия, ни пути к Царствию Небесному». «Крайне необходимо немедленно ввести в Церкви обязательные курсы переподготовки для священников». «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». «Слово Божие, даже если оно лично о нас, и каким бы горьким и ошеломляющим ни было для нас, оно всегда есть благо, добро во всех отношениях». «Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». «Послание к Галатам, 6 глава, 5 стих. Ибо каждый понесет свое бремя». «Даже еще не понимая до конца, что же несет в себе изречение Божие для нас, нужно заранее довериться Господу и благодарить за Его Слово, предупредившее нас о грядущем». Книга пророка Исаия, Исаия, 39 глава, 8 стих. «И сказал Эзекио Исаии, благо Слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил Он, мир и благосостояние пребудут во дни Мои». «Лучше впасть в руки Божии, чем к врагам». Пророк Иеремия, 32 глава, 42 стих. «Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них». «И Бог был с ним, и жив Иосиф во рву, в рабах, в тюрьме и в возвышении, куда бы любящий Создатель не забросил, цел становой хребет душа и шея. Кому-то сходу может показаться, пора плененного сугубо пожалеть в строках библейских огненная запись на память внукам в доме наручник и плеть». «И Бог был с ним». «В египетской корзинке волна баюкает младенца Моисея. Все крокодилы заряж на пасть разинут, и бегемоты попусту со всех сторон насели. «И Бог был с ним». «При казнях фараона, при зависти и бунте, вышедших из рабства, кратчайшего и изверги не тронут. Семи народностям тягаться с ним напрасно». «И Бог был с ним, с избранником Давидом, не промахнувшимся при схватке с Голиафом. А сердца отрока родной отец не видит. Его и тесть не заглянул на плаху. Бог и Егова всюду с нами и везде, со всеми, кто ему вполне угоден. Они осмеяны их так легко раздеть, волочь по каменному не часы, а годы. Ученики Христа, одна святая горстка, дерзнули вызов бросить всем и вся. Их задушить, раздеть совсем так просто. Но Бог прикрыл и пригрозил «нельзя». И Бог был с ними в новом измерении, во свете Библии по-новому рассурят, и старые таланты к духовному применят, благую весть распространят повсюду. «И Бог был с ним, да скажут обо мне друзья любезные и недруги слепые. Такой не тонет с Богом, не сгорит в огне, а ложь растает, сколько б не лепили». 14 ноября 2008 год, Игнатий Лапкин. Горько